Слева, кстати, кому будет нужно, магазин Вечная стройка, это не реклама, просто реально очень хороший строительный магазин, где, что очень редко, продавцы все грамотные, все культурные и вежливые. Рекомендую всем, кто в этих краях будет строиться, езжайте туда, не пожалеете, там ребята работают нормально, работа поставлена как положено. А мы с вами свернули непосредственно в Саки, я это видео не стал сокращать, вы прокатитесь со мной, посмотрите все сами своими глазами. Наша цель это набережная, которую начали делать, соответственно мы движемся ближе к курортному району, к курортной зоне. А сейчас мы объезжаем озеро, о котором я говорил. Опять, вот видите, Путин на плакате слева висит, наблюдает за всем происходящим. Ну, что можно сказать об этом месте? В принципе, если не обращать внимание на то, что кое-где нет бордюров, там вот эта вот инфраструктура, все остальное нормально. Красиво, деревья побелены, трава зеленая, небо голубое. Что еще нужно человеку для радости и счастья? Когда весна не со снегом, а когда весна с солнцем, что может быть лучше? Сейчас пропустим пешеходов. Они, в Крыму пешеходы очень неуверенно переходят дорогу. Ну, я думаю, вы понимаете почему. Не буду я комментировать этот момент. Но радует то, что с каждым годом водителей, которые пропускают пешеходов, даже не на пешеходном переходе, становится все больше. Это очень важно, как и с точки зрения вообще общей культуры, так и с точки зрения безопасности и сохранения жизни. Но это такое маленькое отступление. Вот видите, по-моему, эта школа висит, тоже мигающий светофорчик. Так, дорожный полицейский лежит. Ну, все как положено. Сейчас мы с вами повернем направо. Раньше там, если повернуть направо и ехать прямо, была дорога, объезд озера. Но уже как несколько месяцев все это закрыто-перекрыто, потому что там полным ходом идут дорожные работы. Там ремонтируют дорогу. Ну, и, по-моему, что-то делают еще. Честно говоря, этой детали я не знаю. Но есть у меня определенные подозрения, что там тоже будет какая-то набережная, но точно вам сказать не могу. Вот мы с вами приехали на такой пятачок. Прямо стадион. А здесь вот такой вот немного обветшалый дворец культуры химиков. Вы были когда-нибудь в нем? При старых добрых временах, когда он был красивый, новый, красивый. Может быть, кто-то был в этих краях? А мы движемся дальше. И справа такой чистенький, красивый, аккуратный санаторий с Акрополь. Это редкая картина для Крыма, честно говоря, когда вот в таком виде санаторий с благоустройством территории, с растениями, с ландшафтным дизайном. Ну, вообще в СААКах на самом деле несколько санаториев есть таких, очень достаточно серьезных. А про один из санаториев даже, по-моему, певец Стас Михайлов спел песню. Санаторий Пирогова, по-моему, называется. Вот, поищите в Одноклассниках, эта песня есть. Можете ее послушать. Вот, а мы движемся по так называемой курортной зоне. Ну, я бы ее так назвал, потому что здесь уже атмосфера такая более расслабленная. Вот, видите, люди ездят на электрокарах, на инвалидных колясках. Здесь их становится все больше, потому что срезвычайно санаториев здесь максимально большое. САКские грязи помогают людям с лечением различных заболеваний. Ну, я думаю, те, кто в теме, все это знают. Постараюсь снять об этом отдельное видео, более подробное. Может быть, какие-то санатории мы посетим. Ну, а пока мы просто делаем такой небольшой обзор этого места. Вот сейчас где-то здесь будет бювет. Возле этого бювета постоянно много людей с пятилитровыми баклажками. Вот, видите, вот там бабушки стоят. Набирают воду. Там, по-моему, минеральная вода. Такая интересная по вкусу. А мы поворачиваем направо. Здесь тоже дорогу вот все перерыли, разрыли. Делают какой-то ремонт. И мы с вами практически приблизились к той цели, которую я поставил перед собой. Посмотрите вокруг. Все зелено. Все красиво. В общем, в Крыму началось лето. Весна здесь бывает ветреная, разная. Но эта погода уже совершенно летняя. И, честно говоря, очень радует такая погода. Хочется, чтобы такое тепло поскорее пришло и к вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, ну вот мы с вами доехали. Тут сильный ветер посильнее чем. Доехали в Саки. Дорогу вы видели. Дорога с разметкой просто шикарная. А сейчас мы с вами посмотрим, что происходит на набережной возле Соленого озера. Вот такая вот набережная была. Это еще, наверное, со сталинских времен или с советских точно. А сейчас вот здесь происходят работы по ее реконструкции. И, наконец-то, Наконец-то Саки и это замечательное озеро получат достойную набережную. Идемте, посмотрим, как здесь и что. Буду. Когда закончите? Мы там в тревогу работаем с астробайтерами. Когда готово-то будет? Через 4 года. 4 года. Летом? Классно. Ну, удачи вам, ребята. Спасибо. Вообще карнат. Все отлично. Ну, буквально скажу пару слов о том, какое грандиозное и масштабное строительство здесь затеяло. По плану здесь будет более 5 километров велосипедных дорожек. Порядка 4 километров дорожек для электрокаров. Будут новые водоемы, фонтаны, проектируется даже мост. Множество различных объектов, построек. Я так понимаю, это и объекты питания, и какие-то ларьки сувенирные, может быть, беседки. Ну, в общем, это набережная. Точнее, не то, что преобразится. Она появится. Потому что то, что здесь было раньше, это, можно сказать, вот видели сами, такое бетонное ограждение, разделение воды и берега, и все. И росла трава. То есть, соответственно, представьте, как могли люди вот на этих колясках инвалидных, как могли люди, у которых проблемы с движением, ну, разные там есть пожилые люди с палочками, и даже там, ну, кто угодно. Ну, практически невозможно было здесь ходить. Я лично сам много раз бывал здесь, видел, с каким трудом им удается перемещаться. Сейчас планируется полномасштабная реконструкция, и приведут все это хозяйство, создадут это хозяйство, которое будет служить людям верой, добром, правдой. В общем, всем, я думаю, все будут довольны. Вот как ребята-строители сказали, что к следующему лету, то есть к лету 18-го года, все будет полностью готово. А я постараюсь вас держать в курсе. Будем периодически здесь смотреть, как движутся дела по новой набережной. Это такая маленькая, большая стройка. В дополнение к мосту, к Тавриде, к аэропорту. В общем, для нас нет ничего незначительного. Все, что происходит в Крыму, все важно, всему будем уделять внимание. А теперь предлагаю вам немного полетать. Мы поднимаемся над стадионом и слева санаторий, о котором я уже говорил, Сакрополь. Скажу вам честно, до того, как я поднял вертолет в небо, я и представить не мог, что здесь так красиво. Вот сразу вам расскажу об озерах. Прямо, это большое, сейчас камера еще изменит ракурс, вы это увидите. Прямо это озеро Сакское. Как раз вот это лечебное озеро с лечебными грязями. Слева вот уходит за кадр, оно еще появится, это пруд-ковш. Не мог я никогда подумать, что Саки такой красивый город. Вроде всегда мимо проезжаешь, даже по Сакам, ну, как бы городок небольшой, такой невзрачный, но с воздуха он очень красивый. Вот мы летим вдоль береговой линии, озеро Сакское, и как раз вот где голубой бассейн, справа вот эти строительные работы ведутся. Вообще, насколько я понял, всю эту береговую линию будут приводить в порядок. Там достаточно большая площадь. Сейчас я вам точно скажу. Площадь участка, нет, 118 тысяч квадратных метров, а площадь застройки 7 тысяч квадратных метров. Ну, достаточно много. Вот вдали, за таким перешейком, это Михайловское озеро. Наша камера сейчас поворачивается. Большую часть кадра занимает озеро Сакское. Дальше пруд Ковш. Вот как раз он сразу за стадионом. И вот то озеро справа от этого пруда, о котором я вам говорил, озеро Табеча-Крак. И как раз между озером Табеча-Крак и прудом Ковш идут тоже ремонтные работы. Там делают дорогу. Посмотрите, какие виды. Если вот так показать, без надписи, без озвучки, то сразу в жизни не скажешь, что это Саки. Как будто какой-то заграничный респектабельный курорт. А вот внизу как раз дворец культуры, который сейчас временно без крыши, но я видел, ребята там эту крышу ремонтируют. Поэтому в том числе и дворец культуры химиков скоро преобразится и получат свою вторую жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, вам эта маленькая экскурсия понравится. Новые виды, новые планы. В общем, Крым меняется постоянно. И пусть вам это видео, несмотря на шум в камере, сегодняшним субботним утром поднимет настроение. Я бы очень этого хотел. Ну, а наш вертолет идет на посадку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в конце видео еще капельку весны вам для лучшего настроения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА